Хэрби информация канала Даду и Кушлоку сняти витр. Военно-информационный канал Даду-79 представляет. Сперва расскажем о незаконном визите главы МИД Армении, Араев Азяна 5 января нынешнего года, в Ханкенде, где он провел встречу с главой бандформирования Араеком Арутюняном. Участники детского хора опять вспомнили канувшие в небытие старые напевы, в частности о праве народа Карабаха на самоопределение. Глава внешнеполитического ведомства отметил важность интенсивных контактов и консультаций между компетентными органами Армении и Карабаха в качестве эффективного формата для решения серьезных вопросов. Затем эстафету утопии продолжил фейковый секретарь Совета Безопасности, несуществующий НКР Виталий Баласян, заявив РИА Новости, что вооруженные силы Азербайджана нарушают договоренности и продвигают свои позиции вглубь Нагорного Карабаха. Азербайджан неоднократно нарушает сегодняшние условные границы Республики Арцох. На линии соприкосновения также периодически бывают нарушения, азербайджанцы продвигают свои позиции, но армия обороны Арцоха не поддается провокациям. Видимо, во время бомбардировки Виталий с дуба рухнул. Какая такая армия? Нет никакой армии. Есть пару солдат с ржавыми ружьишками, спрятавшиеся за плечами миротворцев. В Ханкенде появился и министр труда и социальных вопросов Армении Мисро Паракелян. Во время встречи с Арутюняном он рассказал в кавычках о планах правительства Армении, которая готовится запустить новые программы поддержки карабахских армян. Нищая Армения себе не в силах помочь. Тут еще надо платить компенсацию Азербайджану за незаконную эксплуатацию ныне освобожденных земель, а они еще запускают мыльные пузыри. Весь мир уже понял, что конфликт закончен. Азербайджан вернул под свою юрисдикцию оккупированные земли. Скоро и в Ханкенде будут главенствовать азербайджанские законы. Самое главное решено в результате 44-х дневной войны. Осталось за малым. Азербайджанцы долго ждали победного конца, подождут еще немного. Уверен, в течение пяти лет расставятся все точки над И.